Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мне пик нравится Мне нравится пик В принципе фантомка неплохо так Наказывает антимага по старту Пока антимаг не нафармит шесть лотов Все таки антимаг очень тоненький герой Антимага пассивочка на Магию На физерон он не распространяется Герой очень хлипкий, тонкий Есть конечно дазл, но я верю что Всегда можно будет дазл подконтролить Каким-то условным найт сталкером Стримить можно С вепкой на личном стриме Я может это буду делать В таком стиле наверное это даже будет заходить Кому-то Только не знаю Доту не хочу ППГ не хочу Тогда можно ничего не Можно просто с этим общаться Кстати Хотя кому это надо Ладно все У нас профессиональная дота Друзья Я напомню что это На секундочку Финал Это на секундочку Выход на ланфинал Где не будет зрителей Но это ланфинал В Бухаресте И осталось лишь два слота Один в Америке Северный Один в Европе Опа Мизери Мизери заметили Возможно Понимают что он поставил вард Как раз таки на одной из возвышенностей Его уберут Посмотрим Потому что вроде как это должно быть Очевидно что он вот таким вот маршрутом парень Просто так не гуляет Закрываю здесь еще и форево фиссурой Но убить его не выйдет Зай побегал Но вард Никакие не ставил Просто побегал Кстати зай здесь может Теорией повоевать за руну Если не сместиться сюда Два героя С аппаратом и фантомкой Ну хотя нет Опасно Опасно Беру свои слова назад Там член тач какой-то заедет И будет больно А ну так можно Да слушайте Легко Легко Правда там Томка все равно руну забрала На самом деле В такой ситуации Клок ошибся Но это мое Субъективное мнение Оценочное суждение Клок мог нажать батарейки В теории И нормально так Надавать урон Но он видимо боялся Во вторых Он сейчас может в теории поставить Клоке как-то подстопить крипов Да Будет ли это делать Это за или нет Нет Тогда Тогда батарейки Были бы здесь идеальные Он бы сейчас Столько урона В этом он боялся Он не знал Друг там кто-то еще есть Он может быть просто хотел Когами откинуть И вообще не драться Но даже первые батарейки Вносят уйму урона Так я забыл врубить рамку Надо это сделать Вот все Антиувольнение Подъехало Так По лайнапам У нас то Что сейчас Фебе Видимо отлетит Либо это сделать Пайкат Посмотрим пока Фебе Фебе Остается надежно Удар Пайкат Оставляет этот фраг И зря И зря И зря И зря Пайкат идет до конца Жил до конца Умер как герой Нет Антимаг не пробил Ну Зря 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 Жаднич На Пайкате Видимо попросил ставить фраг По-моему это Могли сделать И саппорты Фебе Хотел покончить с собой Но этому сделать Не получилось Вот это обидно Наверное Это наверное Самое худшее Что можно представить В доте Пытаешься Поддена А то приходит саппорт И не дает тебе это сделать Возможно было так Не могу сказать А возможно я просто Говорю бред Войт на центре Войт против Деспрофит Такой вот Лайнап Получился Да как-то я это Даже знаете Не отметил А зря Это интересно Войт на центре Очень круто Может быть против ДП С появлением Там таймволка Хотя бы в двоечку Так и норм вообще Деспрофит Ничего войду не делает От Тифона Можно и уйти Да еще и урон вернуть Точнее восстановить себе здоровье Урон ты не вернешь Понятное дело Ну и Клок берет инвиз Кстати А так-то ФБ Смотрите ходит Видите Я вот вижу Здорово ФБ Говорит Зай Ну Да 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 С Фантомкой Могло бы происходить Похожее А чем Фантомка Отличается Ничем 680 хп У аппарата Ну чуть меньше 560 В Фантомке Так же было бы больно Да не было Когар Все равно нормально бы Он изначально пробил Ладно Ладно Все Извините Так нельзя давать буст Клоку У Клоку уровень 3 Это батарейки Он сейчас закрывает в Коге Фантомка И ее убивает Вы понимаете Да это я надеюсь И про аппараты Я вовсе не говорю Вообще нельзя здесь появляться Чтоб Клокерк Даже не думал На секунду Что можно в теории Закрыть героя Так нельзя бустить Клок получил буст Слишком сильный Он сейчас будет Ласт хитить Он сейчас будет Стоять против Фантомка Если чувствовать себя комфортно Да Если у Фантомочки стики Но поверьте Теперь уже Клок остановить Будет непросто Клок в этой игре Будет теорию сжечь На центре была легкая Атака такая На Войда Закрыли его фиссуры Но вот видите Что Войду Как-то знаете Все равно Есть у него стики Есть у него регенчик Купил себе еще и рейндроп И все Грамотно делает МП Он здесь Если не ошибется С таймволком Если не нажмет его там До атаки До выхода Какого-то шейкера То Убить его будет Крайне трудно А с на МП Он не ошибется Не должен По крайней мере Огромная партия Крипов пришла Васхитить трудно Ой трудно Васхитить А хоть и даже топорик есть Все-таки ДП стоит И тебя и храсит И пытается днаить Крипов каких-то пропускают Но не всех Не всех Все-таки топорик Плюс урон Урона там много Даже несмотря на потенциальные дна От оппонента Урона все равно тут Огромное количество По крипам ровно 100 Если быть точнее Это серьезная цифра Фебби Вместе с долбу Находят мизериал Как же какие-то тычки-то залетают Жесть просто Мизери погибает Ну тут ночь, друг Извини Не по шансам было Четвертой минутой Можно было на базе АФК стоять Потому что Сейчас очень трудно будет Вот это вот Даблана бегает На сталкер С огромным Спидом Под виндлейсом Ставится хроносферка Дэз профит Не факт, что погибнет Вот, кстати, о чем я говорил Оп И все Сифончики И все Трудно Трудно в хроносфере Без Айс Бласта Будет трудно Айс Бласт Будет решающим моментом В убийстве Таком вот Притом Шайкер Ждал Он даже не давал фиссуру сразу Он дал фиссуру после Грамотно сделал В общем-то Ой, ППД Ой, ППД ППД без Шелло Греева ППД получает Сайланс на 300 миллионов в секун Получает Дуал Бриз Фебби пойдет до конца Он очень плотный Но может быть Паревос Можно будет в теории Наказать Конечно, взорвать бы Но Беда-то, что уровень 4 Не взорвать Не 2-1 2-1 Очень побитые Мортал все Посмотрите Фантомку Ну, это понятно Я на эту линию смотрю Я уже сказал, что Клок эту линию Может выиграть один Да, к нему пришли тиммейты Но у Клока 16 крипов У Клока уровень 5 Он сейчас ходит на базу Возьмет себе батареечки в 3 И снова придет вниз Скажет Здорово еще раз А с появлением Хукшота Этих парней вообще мало шансов То надо покупать форстафы Как можно быстрее Но вот такие вот, знаете, герои Что форстаф Что фантомочки Что войду покупают Ну, не камильфо Ну, ладно, окей Есть у них эскейпы В теории могут Они и так уходить Но здесь форстаф-то И покупать некому Знаете, бывают игры Где там появляется Дваур Понятно, что он купит себе пику Легко Здесь милишники Пику не купишь Форстаф тоже покупать Как-то не хочется Ну и Где же, где же Клок А, Клок здесь Клок ждет момента Ему бы взять уровень 6 Хоть где-то Это было бы так круто Но пока попытка Зайти за спину Тут стоит вард Дубу Пока пытается Прятаться Здесь же рядом Мы видим Как ППД Находят себе неприятности Шадоу Вейв На себя дает Нужна бы помощь Но пока Клок выходит На Фантом Крут неожиданно Прокует крит Зай вынуждены поставить Коги И пытаться отсюда бежать Но тут выходит Феби И говорит Извини А тут Даззл Шадоу Вейв Поизон Феби пока Не имеет Обойда И Зай Выживет или нет Слушайте, он пока живет Он пока живет Он выбирает крутую траекторию Он сейчас скинет ракетку И кё Всё А сбить телепорт Быть чем-то Сформ Сифон хватил урона ППД ещё каким-то образом Сделал фраг Учитывая, что Фантомки Блюр Учитывая, что Дэспорфит дала Уйму способностей А Даззлик просто Один удар сделал Это был не Шадоу Вейв И добил Прикольно Ещё и Феби погибает Попытка задынается Не получилось Крепы тут не самые сильные А Сифон Четвёртый Поэтому урона Было от него Слишком много На топе Форевы Закрыли фиссуры Ребята делают убийство Но форев снова уходит Господи Пайкат уже не сделал Три убийства Которые мог бы сделать Но Не получалось То не было Ультимейта То не было просто Желания Заметили Эмпи По-моему Как-то покликали на него Хотя я могу ошибаться Пайкат Пайкат Получает баш Хроносферку ставят на него Готов Мизери Мизери фиссурку на Джакиру Дабы не было Дуал Бриза И всё И снова не получается Ай-яй-яй-яй-яй Что же делать? Ну и форев погибает Эмпи Эмпи Уходи Эмпи Уходи Тут фиссурка Будет Нет Не пойдут так глубоко Ребята Вот он и хукшот Реализован 2-4 В пользу Зедайр Антимаг Фармит Антимаги Знаете Такие вот стали Прям Как в моём пабе Раньше как-то ПТ умудрались покупать Теперь просто Без ботинка Сразу Вот меня за такое Флеймит Когда я так Я так делаю Я перестал так делать Я просто не покупал ботинок Покупал сразу себе Там реально Щеточек И Персеверанс И выходил в БФ Зачем мне ботинок? Я на линии стою Я не собираюсь никуда идти У меня есть блинк Вот А пайката Разумеется Никто Критиковать не будет Ну конечно Кто-то будет Но в целом Я считаю Что это нормально Вполне У тебя появляется Быстрый БФ Ты намного быстрее С ним Да фармлюешь ПТ Ну ПТ хорошо Если на линии ты прям стоишь И тебе нужно драться Да И там у тебя Битва за крипов Ладно Без аналитики Все No comments Не буду Опа Внизу Кео Получился Фон этого не хватило А вот На дуба вполне хватает Правда Зай тут Слишком много юнитов Они не попадают батарейками по дубу Дубу дают Кулдфит Замерзает Зай Но дубу не уходить Не должен Да ракетка залетает И Есть еще один фраг Фраг Ну я вам сказал Я вам сказал сразу же На нулевой минуте Что Клок Убивает этих ребят Эта линия очень слабая Против Клок У нее не было шанса А когда еще аппараты дают Ферстблат Все Тут Конец Игры Клок Получает буст Покупает себе Форстаф И блэдмейл И начинает Всю карту Пылесосить Забрал Войд башню Правда не сам Почему тут это сделали Крипы Но тем не менее Башня пала Джакиро есть С третьим ликитфайром Джакиро нормально Так нафармил И это дает о себе знать В общем Результат есть Да Джакиро у нас Оффлейнер Это уже не редкость Привыкаете Такое мы будем видеть Часто И Джакиро Оффлейнер Я скажу вам больше Винтера Виверна Оффлейнер Да Да Это реальность Это 2017 год Друзья Оп Кио Сначала вы берете Джакиро на оффлейн Потом Виверна на оффлейн Ну то что Кио погибает Я все сказал Я все Я больше не буду повторять Это атака на Death Profit Ну тут Слишком много всего Хотя телепорт есть Кушот есть Но Непонятно Зай без маны Зай понимает Что лучше драться до конца Фэби пытается убежать На Фэби висит Урна Фэби Живет Прокает баш И Зай погибает Ай-яй-яй-яй Хватило бы маны Было бы круто Будет жить Будет жить Фэби Дает урну на себя Выигрывает Пара секунд И все По кайфу Внизу погибнет дубу Фессура Пайкат Просто ручками может пинать Сейчас бы Пайката получить Фраг Было бы очень круто Пайкат мановой Дает да Чисто ради фрага Понятное дело Что бы они и так бы добили Но лучше так У нас в чате настоящие баталии По поводу Virtus Pro И Glor Или что-то еще Я все читать не могу Ребят Продолжайте Продолжайте Мне нравится Без конфликта Вообще Ничего не может быть Конфликт Это Основа Любой Интересной Истории Будь то Игра в доту Где есть конфликт Будь то Фильм Книга Везде существует Без конфликта Поэтому ругайтесь Выясняйте Вы все равно Друг друга Не узнаете Никогда Не увидите Поэтому Тратите свое время На эти разговоры Это то что вам нужно На топе Death Profit Сифоны работают Сифоны работают Фиссурка Тоже вроде нормально Так сработал Еще один сифон На воида Висит Сайленс Успевает Воид уйти Сифон работает Но вот Беда что До воида Не дойти Его не достать Ну знаете Все это Очень хороший Спейс на антимага Антимаг фармит Антимаг имеет Второй нотворс Антимаг далеко Впереди Фантомки Фантомка Покупает себя Мом Спрашиваю Человек с ником Мэри Лэнд Это повтор? Да Это повтор Это повтор Я этот стрим Комментировал Два года назад Ты что не видишь Ими Феникс играет Логично же Какой человек Станет в 5 утрах Комментировать доту Понятное дело Что Странные вопросы Какие-то Создаются Где же БФ-то Пайкат Где БФ 15 минута БФа нет Хоть и натворс первый Надо БФ купить Поскорее уже А то как-то по таймингам Все плохо получается Без ботинка Можно и к 12 Купить В теории Ну Пайката Была непростая Все-таки линия Пайката Гангали На Пайката Ставили Хрону Да Я не мог сказать Что Пайката Была халява Если бы Пайката Была прям Фри линия Тогда да Тем более без ПТ Там каких-то Крепочков ты пропускаешь Если какие-то ганги Ты что-то реально не добиваешь На центр ППД Но ППД не та цель Нажимаете смоук И находите ППД Но это слабо Это слабоватенько Внизу Доспрофит Соло забирает башню Экзарсизм плюс ДД Это лучшая схема Наверное Лучше Если бы еще была Руна волшебства Это прям было бы Вообще идеально Есть деньги на Еул Сейчас он Буд куплен Неужа с Еулом Выживаемость Становится прям Серьезная Потому что Ты не боишься Неса Которая Найт Сталкер Ты в общем Пантомку не боишься Ты можешь Сама уйти в Еул Ты можешь ее и поднять Опа Ракеточка кстати залетела А Эти парни там могут Эти парни там могут Эти парни-то идут Феби Закрывает свои туши Рошана Окей Хукшот Залетает клок Немножко рано Эмпи Врыв Кроссфера Избласт По троим Получается Все Макропира По двоим Убивает шейкера Деспрофит еле живая Нужно давать сифоны Сифон пошел Но Вот беда Работает Избласт И щеп Под шрайном Какой-то реген идет Сифоны пошли И живет Деспрофит Окей Зай тут просто Под натиском Двух игроков Джакиро И Найт Сталкера Погибает Это минус 3 Клок покупается Ой-ой-ой-ой А зачем А почему Ракетка полетела Рошан падает А я их извлекю А вот тут ошибка Тут ошибка Вот это вот Вот это вот Вот это Это зря было Сделано У тебя ж не было Хукшота Трог Непонятно На что рассчитал В таком случае За их Без Хукшота Врываться на Рошана Бо он точно не успел Хорошо Хорошо Он хочет Мою аналитику Просто Видимо Так вот Убрать Что я был неправ Хотя По факту Если бы Клок сейчас Это не сделал Он был миллиардер А сейчас он проседает По фарму очень сильно Джакиро 5050 69 60 61 62 Ну вы поняли Короче У Клока 3623 Да Да Это не круто Это вообще не круто Антимаг Наконец-таки БФ Скоро ПТ Но по фарму пока Минимальное Минимальное лидерство Уже пора бы Поактивнее фармить Феби убивают Ошибки Ошибки Это то За счет чего Иммортал смогут Выиграть на этой карте И они пока эти ошибки Видят Они их Ми просто Питаются Ими Наслаждаются Каждая ошибка Используется на максимум Прям Реализуют То Рошана То Какое-то убийство Это грамотно Тем более Когда у противника Есть антимаг Можно как-то Поддавить Да я и говорил На стадии драфта Конкретно Что вот Антимагу Будет непросто Здесь Вот именно Антимагу Да Тяжелая игра Для Пайката Здесь Даже С четырьмя слотами Тебя прыгает Фантом Кайс Равно убивает В общем прикол С дезолятором Вы понимаете Что будет с антимагом Твориться Восемь брони У молодого человека Мне вот страшно Представить Тут 18 Пусть контент Опять С тем парнем Проблем Мало У него 1000 хп Его убивать Вообще Нечего делать Внизу Атака на шейкера Врыв от ампи Челен тач Есть фиссура Ну ставить Трансфер не хочется И не будет Я думаю Хотя Хотя Ну да шейкер погибает Без Использования Хрону Фэби уже Спойнтбустером Нормально Так Слушайте Это может быть Очень быстро Огоним Но вот Учитывая Эти вот Закидывания Это может быть 1-1 В теории Потому что Я не верю В карри Антимага Здесь Вообще Вот это Главная проблема Если бы не Кэрри Антимаг Можно было бы Еще играть Эту игру А так Я не знаю Будем смотреть Ну я думаю Что вы ноги Согласны Что Антимагу Здесь Тяжело Тяжело Будет всегда Каждую минуту Даже сфарм Не Потому что он будет 30к на торс Иметь А Фантомка 20 В теории И то не факт И то не факт Даже в такой ситуации Потому что Тебя прыгает Фантомка И начинает бить То есть фаза летает Все Тебя просто избивают Тебя Фантомка Убивают С одного крита Просто Ты крип Мидас конечно Не купить Но Ты крип Падает Т2 Абсолютно Бездействует Сдайр Я видел такую игру Где Бездействовали Антимаг Потом фармил Когда уже И трон горел Ну Теория то реально Но нужно Чтоб антимаг был Фарева тут зацепили Его уже видимо Не отпустят Хотя Форстав Фейсбут Отпускают Я как то не заметил Что у него Форставчик то появился Да Все Клок Ничего ему не сделает Аппарат Себя сейчас купит Арканчики Красиво Аркан тут много В скобочках Только один аппарат С арканами Я почему то был уверен Что Джакира с ними Это Джакира Кор Джакира Фейсбут Все дела Мизери Погибает Здесь Тайсбласта Но хотя бы Дубу Должен все таки убить Хотя Дубу Может или порчить Просто кастовать А нет Лид Юл Не прокастовать Приходится драться До конца Погибает И Дубу Но Хоть как то Разменялись Зедайр Хоть что то сделали Курьер падает Пайкат Неожиданно Пофармил Тут еще и Крипа Вот это приятно Уйдет Крипс Кипец Так вот Оп-оп-оп Ну и подфармить Конечно Пачечку быстро Можно Время 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я-то поверите, буду рад, если мы аналитика окажется неверной И команда Задайр выиграет Только рад, если команда сможет совершить переворот Потому что пока Фантомка, видите, держится по фарму не хуже антимага Это уже провал Антимаг с БФ он должен перефармливать Фантомку По-любому Тут Джакиро внизу погиб И, видимо, не только Джакиро Закрывают здесь еще и Фебби И вот на таких вот ошибочках Ловят, ловят Задайра Очень четко делают Опять же, при этом все это происходит без антимейджа Пайкат на топе Пайкат уже с манта стайл И дальше будут выходить Баттерфляй по талантам 20 скорости атаки И 20 к урону То есть не взял себе Блинк Именно скорость атаки Конечно, по-разному Многие считают, что Блинк это прям идеальный талант Кулдаун в 4 секунды Кто-то вот берет именно Скорость атаки Не очень много Чуть больше Дает тот же Мидас Скорость атаки Ну, и немало, конечно Вот скорость атаки Это можно почувствовать Когда ты бьешь по крипам Это ощущается С бабочкой скорость атаки будет запредельная Падать внизу Т2 Без использования экзорцизма Не вижу никакого смещения Это Морталс И Морталс И Морталс перестали действовать Это ошибка У вас есть Хроносфера У вас есть Шедоу Блейд Который купил Воид У вас есть Фантомка с Дезолятором Почему? Ребята не нажимают Смоук И не идут в атаку по кулдауну Смоука Для меня непонятно Это я объяснить не могу Это странно То есть с такими артефактами Можно было идти и давить по мне так Ну, как минимум Хроносферу Воида Это использовать хочется Согласитесь Но надо Надо, чтобы она была всегда в кулдауне Потому что способность лежит бездейств Просто неиспользованная Бездействует О, а все-таки было преимущество И было оно 4000 Теперь 2 Так, еще пофармим Мантимаг все-таки фармит быстрее Ну, извините О, пауза Пауза от Питера Пеппи-ди И пауза такая Что я смогу перейти На вот этого парня И увидеть, что Ему походу конец Ну, хотя Возможно, это Пайкат Хрен попадешь И он успеет Как-то Уйти О, restarting PC Это кто? А, это Пайкат Ну да, слушайте Так это может сейчас стрим подсмотреть Он сделает пленкаут Он успеет Хотя Ну, смотрите На стриме Это, кстати, самое прикольное На стриме delay 3 минуты То есть вы у меня слышите Задержка 3 минуты Я вот это говорю А вы это услышите Только через 3 минуты Жесть, да? Ну, чтобы стрим снайперов не было Вы понимаете О чем я? В DotaTV delay 2 минуты То есть в теории Сейчас быстренько Можно зайти в DotaTV И успеть этот момент Прочитать Я, конечно, не верю Что команды Уровня The Dyer И Immortals Это делают Но все же Так, тут снова у нас Небольшой конфликт По поводу Аронталона Бэфа И Топорика Я вот, честно говоря Уверен, что Аронталон И Топорик Не сочетаются По поводу Бэфа и Топорика Возможно Сочетаются Надо это чекнуть Обязательно Потому что Есть вариант Что это Осталось силе Что-то типа Считается, что Абсолютно разные предметы И они Ну В принципе Это тоже баг Это надо фиксить Если так работает Так не должно работать Потому что Это слишком много, ребят Вы еще Хотя стойте Стойте, стойте Господи Получается, что Абэф же Получается Он же не дает урон Правильно Дополнительно По крипам То есть Вот эта Вот эта штука Она как бы Здесь Топорик лежит Но урон По крипам не дает А, ну тогда все Вол Тогда какие вопросы То есть Здесь только Остается Активируемая способность И И все Все тогда понятно Что я Что за вопросы Господи Я почему-то Почему-то всю жизнь Был уверен, что Ну как Топорик стал Бэф Я был уверен, что Топорик дает урон По крипам Но, видимо, нет То есть Здесь как бы Он дает Пассивную способность А здесь не дает Ну да Здесь типа Не может быть Две пассивки И Бэф И Топорика Понятно Понятно Ну что Пайкат Давай Ах Ах Стрим-снайперы Стрим-снайперы Достали Говорит Кё И МП А, если сейчас ППД убьют Это вообще Ни о чем Да Вот Зай Зай-зай-зай-зай-зай Зай-зай-зай Фиссурка Закрывает фантомочку Фантомка Блокер-бар Зай на форстафе Говорит Всем пока Зай Хукшот Телепорта Нет Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй Это что и зацепили Антимага Айс-бласт полетел Айс-пасс полетел Все в Пайката Пайката все-таки попали Попали всем чем Хотели попасть Где еще и хроносферу сохранили Но в целом Может быть даже Лучше бы Антимага поставили хроносферу И просто его убили бы А так еще и Даззл погиб Еще и Хрона осталась Все получилось Не так круто Как Хотелось бы Оп А вот и хроносферка Потребовалась Хроносферка-то четенькая Подумай Спас сразу же После этого Еще и ППД неудачно прилетел Он ушел играть Дать успеть Должен Тут есть Юльчик Шоллогрейв пока ППД Даже не кастует Тифоны просто От Деспрофит Экзорцизм От Деспрофит Эмпи говорит Всем пока Я пошел Айс пасс есть Но идет Деспрофит Деспрофит получает Айс пласт Деспрофит Должен кто-то помочь Но беда в том Что никто не поможет Помощи ноль Потому что Кио всех убил Кио идет дальше Кио идет убивать Зай Использует батарейки Но его отсюда не отпустят Трипл килл для Кио И Вот пока Как-то все похоже на третью карту Все равно Даже с антимагом Я не верю Не верю Не верю Фантомка очень сильна Фантомка убивает всех Фантомка с Блокенбаром Убивает всех Ну и это еще Хроносфера есть Еще и Джокира Который нафармил Массу слотов Ребята сразу же Идут на Рошана Времени В общем-то У них есть много Деспрофит без ультимейта 100 секунд Ну и Рошанчик Падает Часть спас сверху Чтоб наверняка И Аегис Или Эгидан Достает Фантомасасин Как Фантомасасин Переводится Эх Парни Буду Знание своего Английского Показывать Я не помню Абэв Дает урон По крипам Окей Дайте Где это написано Дота Клифф Где Где это написано Я не вижу Наносит 40% урона А то так Всем врагам Вокруг Основной цели Все Где инфа Про крипов Такой инфы нет Ребят Я даже Нажимаю Shift А ну окей Смотрите Alt нажимаю Роносы с ним Цель Проходите Наносит урон Где Где инфа Инфы нет Я вижу Только Активированную Способность Либо я Реально Удаю жара Но тут не написано Ну Я вижу Что тут Есть Эффект Топорика Но я не вижу Что он дает Урон Дополнительный То есть Топор Активный Эффект Есть А пассивный Где Вот тут Типа Написано То есть Смотрите Здесь Как бы Здесь написано Пассивная Кл А здесь Как бы Пассивная Кл Но Они Разные Да А Все Господи Ну я Идиот Все Ладно Забейте Просто Дебил Извините Конечно За оскорбление Себя Я Ну ладно Ребят Извините 5.49 По Москве Просто Тут в процентах Написано Тут в цифрах Это Так сложно Особенно Если это Гуманитарий Кто знает Поймет Все Аж Стыдно Стало Ладно Заход От Команды Immortals На ТВР Биз профит Еле-еле живая Поднимает Свил Получает Айс Бласт Шеллой Грейв Надо дать Но Не спасет Айс Бласт Действует Кто хотел Спасет Наверное Должен Обжить на 200 ХП Правда Погибает Даззл Падает Т3 Проблема И у Зая Зай Должен погибнуть Хотя Фантомке больно Фантомка теряет Айгисов за Immortal Клок теряет Свою жизнь Опа Фантомка Дальше Полетела Блокенбар Нажимает Кю Ооо Что там Написано Интересно Не оставляйте меня здесь. Чё тут шёстко? Тут попытка убить келл, кстати. Его убьют. Его убивают. Ставят в храносфера. Храносфера просто ювелирная. Храносфера по-троим. Плюс ко всему ещё висит айсбласт. Но пайката не убить. Пайкат мантастайл. Непонятно, зачем её использовал. Пошёл вперёд. Но тут никого нет. Немножко другая траектория. На центре. Джекерос решил в соло повоевать. Айсбласт закинул по доспрофит. Попал, это не так важно. Что там по... А, пайкат всё с бабочкой. Кайф. Всё, окей. Бьёт быстро. Бьёт очень быстро. ХП стало нормально уже так. Более-менее солидно. За счёт таланта на атрибуты. Мог бы в теории взять талант на уклонение. Плюс БФ. Плюс бабочка, прошу прощения. И было бы в целом нормально. Тут пока атака на доспрофит. Диспрофит нужна помощь. Диспрофит помощи не видит. Приходит байкат. Не хватает башерочка какого-то байката. В идеале. В итоге Фареф пытается бежать. Байкат растуима времени. Мановоид. Ещё один удар наконец-таки убивает. Но беда в том, что зашёл очень глубоко. Приходит здесь драться. Он дерётся. Выжигает всю ману. При этом у Войда байкат. Пока живёт. Кего нажимает байкенбар. Байкату нужно уходить. Но он подсайланс оставился очень долгий. Получая шелло-грейв. Чтобы какой-то крит случайно не залетел. Зай, разумеется, погибает. Больше шелло-грейвов нет. Он лишь один. Диспрофит с сифоном. Диспрофит. Диспрофит. Прошу прощения. Конечно, на фантомку сифоны пошли. Антимаг будут вырваться. Но антимаг говорит, у меня лоха П, парни. Извините. Давайте как-то сами справляйтесь. 750 уже выходит в Шэдоу Блейде. Находит Шейкер. Надо ударить. До удара пошёл. Но фисурка залетает очень чётко. Случайно Мизери попал именно по оппоненту. Шейкер Шэдоу Блейд пытался использовать, но не получилось. Тут и гем. Извини. Так-то Диспрофит без байбэка, а фантомка уже здесь. И бараки-то стоят без товаров. Ой-ёй-ёй. Так это минус вторая сторона, видимо. Ну, тут, конечно, стоит рейндж-брак. Ну, тут он на два удара остался. Так это может и конец вообще. Так если размениваться. Как-то да, там пока фукшоты. Пока пытается время хоть какой-то выиграет Зайнов. Получает критулечку. Вторую получают. Почему-то не лежит. Погибает ещё здесь Эппи-дики. Он нажимает Блэкенбар. Антимаг делает Глинкаут. Айс-блаз при этом всё равно у него попадает. Ставится трансфер. Ну всё, это конец. Концовочка. Хотя антимаг с байбэком. Окупается Клок. Антимаг получается. Айс-пас также погибает. Клок погибает с байбэком просто под фонтаном. Кушает сыр. По-моему, Войт. Ну и ГГ. ГГ победа. В общем, я об этом говорил. Вот этот байбэк от Клок. Эта драка на Рошане. Она так всё испортила. Ребят, был шанс. Но антимаг до такой страны пик. Вообще не понимаю, зачем. Пипеди взял антимага. На что антимаг здесь мог рассчитывать? Вот здесь. Вот против вот этого всего. Ни на что. Не забанили аппарата. Взяли антимага. И по драфту по мне Пипеди здесь проиграл. Так, финальная статистика. Смотрим, обсуждаем, рассуждаем. Сочиняем. Ну, кстати, байка-то крутой КДА получилось. 3-2-2 просто. Убий смертей.